Присоединяйтесь к Равину Шнайдеру в Святом Святых, где когда-то обитало Божие присутствие, и узнайте, как Бог позаботился о том, чтобы вы тоже могли войти в Него. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Субтитры создавал DimaTorzok Шалом вам, возлюбленная, с вами Равин Кёршнайдер с юга Израиля. Я нахожусь сейчас в точной копии скини, которая сделана в соответствии со всеми спецификациями Истора. На прошлой неделе я говорил о внешнем периметре. Внешний забор 47 метров, 23 метра ширины, 2 метра высоты. Этот забор символизирует то, что человек отделен от Бога. В заборе был всего один вход, и этот вход символизирует Иисуса. Этот вход обрамлен красивой тканью из фиолетовых, синих, алых и золотых нитей. Она прекрасна и символизирует красоту Бога и вечность с Богом. Сам шатер был сделан из шкур животных, а под шкурами была красивая ткань. Затем мы с вами побывали в святом. Именно здесь я нахожусь сейчас. Давайте быстро повторим то, о чем мы говорили на прошлой неделе. Мы говорили о золотой миноре, сделанной из одного куска золота, из которого были вычеканены 7 ветвей подсвечника. На ней всегда горел огонь. Это символ Святого Духа. В Откровении сказано, что Иоанн приветствует церкви от того, который есть и был и грядет, и от 7 духов, находящихся перед престолом его. Это не были 7 разных духов. 7 — это число полноты и завершенности. Оно обозначает Духа Святого. И на прошлой неделе мы детально говорили об этом. А затем мы говорили о столе с хлебами предложения. Заметьте, что на столе 12 хлебов. 12 для 12 колен Израиля. Этот стол также называется столом присутствия или лица, потому что Господь всегда смотрел на Него, подразумевая, что Его глаза всегда смотрят на Его народ, потому что Он любит их, как зеницу ока. Теперь это касается и вас, потому что сегодня вся церковь — это тоже Божий Израиль. Священник съедал эти хлебы каждую субботу, а затем клал новые. Это говорит о том, что Бог — наша жизнь. Когда священник ел этот хлеб, это символизировало то, что Бог — это жизнь Его народа. А еще я показывал вам алтарь для благовоний. Отсюда постоянно исходил приятный запах. Благовония символизируют молитвы Божьего народа. В Писании молитвы часто сравниваются с благовониями, которые поднимаются прямо к Богу. Когда мы с вами молимся от чистого сердца, наши молитвы тоже идут прямо к Господу, и Он слышит нас и отвечает нам. А за завесой находится святое святых. Я хотел бы пару минут поговорить об одежде первосвященника. Заметьте, что под синим у священника пододет белый наряд. Белый символизирует чистоту и святость. Сверху одет синий наряд. Синий цвет символизирует небеса. То есть это небесный цвет. Обратите внимание на нагрудник с двенадцатью камнями. По одному камню от каждого колена. А также на его наплечниках написаны двенадцать колен Израиля. А на передней части его головного убора есть золотая пластинка. На ней написано «Свят для Господа». Я хотел обратить на это ваше внимание до того, как мы пойдем дальше. На нижнем краю синего одеяния мы видим чередующиеся колокольчики и гранаты. Когда священник шевелился, были слышны колокольчики. Итак, мы видим колокольчики и гранаты. И мне кажется, что таким образом Господь желает сказать, что Слово Божие нужно услышать посредством колокольчиков. А также в нашей жизни должны быть плоды. То есть мы не можем проповедовать Слово, не имея плодов Духа Святого в своей жизни. Нам нужно проповедовать Слово, что представлено здесь колокольчиком. А также нужно иметь в жизни плоды Духа — любовь, радость, мир, терпение, самоконтроль, которые представлены плодом граната. Нам нужно иметь эту прекрасную комбинацию. Проповедовать Слово и рассказывать о Боге. А также быть примером благочестия с характером Христа. «А сейчас я проведу вас за завесу, в Святое Святых». Сама по себе завеса очень таинственна, потому что в ней нет отверстий, в ней нет центра. А еще эта завеса была очень и очень толстой и тяжелой. Как же священник попадал в Святое Святых сквозь эту завесу? Мне нравится один таинственный перевод, где сказано, что завеса символизирует духовную войну. Как я уже говорил, завеса была очень толстой и очень тяжелой. И я считаю, что она символизирует духовную войну, ничто иное. То есть для того, чтобы войти в Святое Святых, где обитает Божья Слава, шахина и находится Ковчег Завета, над Ковчегом Завета проявлялась Божья Слава. И я думаю, что Бог имел в виду, если вы хотите войти в место Божьей Славы и постоянно слышать Его голос, то вам придется пробиваться сквозь силы тьмы и научиться вести Божью войну. Итак, давайте вкратце повторим, что же было в Святом. Прежде всего, это золотой подсвечник миноры. Далее — стол предложений, где было 12 хлебов, которые символизировали 12 колен Израиля. Ну а очень скоро я поведу вас за завесу. Кто-то сейчас смотрит нас и чувствует сильное желание отдать свою жизнь Богу. Вы чувствуете это, потому что Бог любит вас. Он живой, и вы чувствуете Его Дух, который хочет привлечь вас к Нему. Бог Отец так сильно полюбил нас, что послал Иисуса в мир, чтобы привести нас к Себе. Иисус сказал, «Есть путь, истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, кроме как через Меня». Отец любит вас. Он создал вас, и Он хочет привести вас в ваше предназначение, которое можно найти только в Нем. Если вы чувствуете, как Дух Святой подталкивает вас к тому, чтобы вы отдали свою жизнь Иисусу, то я прошу вас, не сопротивляйтесь Ему. Если мои слова касаются вас, то опуститесь на колени. Это не обязательно, но так вы сделаете этот момент более памятным. И сейчас я прошу вас отдать свою жизнь Иисусу Христу. Просто скажите, «Отец Небесный, я верю, что Ты любишь Меня, и что Ты послала Иисуса умереть за Меня. Я принимаю решение прямо сейчас ответить на Твой призыв в моей жизни во имя Иисуса. Иисус, прости Меня. Я верю, что Ты умер на кресте за Мои грехи. Войди в Мою жизнь и спаси Меня». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, то с вами произошло нечто сверхъестественное, а именно, вы родились свыше. Воспользуйтесь информацией, которая сейчас на экране. У меня есть материалы, которые я хотел бы передать вам. И если вы произнесли эту молитву, то вы приняли самое важное решение в своей жизни. Я люблю вас, но самое важное — Бог любит вас. Сейчас мы внутри святого святых. Тут снова чистое золото. В этом помещении нет ничего, кроме Ковчега Завета и трех предметов. Эти три предмета — это десять заповедей, которые находятся внутри Ковчега. Посох Аарона и дневная порция манны. Давайте начнем с предметов, которые лежат возле Ковчега Завета. Во-первых, это посох Аарона, который расцвел. Расскажу вам предысторию. В Древнем Израиле произошел бунт против Моисея и Аарона. Этот бунт стал распространяться. Моисей упал на свое лицо, потому что Бог хотел уничтожить всех тех бунтарей. Тогда Бог сказал Моисею собрать глав всех колен, и пусть каждый из них принесет Богу палку. У кого палка зацветет, того Бог и избрал быть лидером. Народ спрашивал, «Моисей, а почему ты наш лидер? Почему именно ты принимаешь все решения?» Люди тоже хотели участвовать в принятии решений. И это привело лишь к всеобщему хаосу. Тогда Моисей сказал им, «Пусть каждый из вас принесет Богу палку, и чья палка зацветет сверхъестественным образом, именно того Бог и избрал в качестве лидера». Все разложили свои посохи, и на следующий день только посох Аарона пустил побеги, расцвел и даже дал плоды. Его стали хоронить в святом святых в память о том, что Бог ведет не путем демократии, а через избранных им людей. Тот же принцип действует и сегодня. Я понимаю, что демократия принесла много хорошего, но Божий способ управления — это теократия. Он царь, и он назначает лидеров. А еще здесь есть порция манны. Это была та самая чудесная манна, которая Бог кормил израилетян в пустыне 40 лет, 6 дней в неделю. Возможно, вы помните эту историю. Господь сказал им собирать манну на каждый день. Он сказал им не собирать больше, чем нужно на один день, потому что все, что останется, испортится и зачерствеет. Именно так и происходило. А в шестой день они должны были собирать двойную порцию манны, потому что в седьмой день, в шаббат, на земле не будет манны. Поэтому в шестой день они собирали двойную порцию манны, и каким-то чудом эта манна не портилась, в отличие от манны, которую собирали в другие дни. Но было еще что-то невероятное. 40 лет подряд манна опускалась на землю 6 дней в неделю. Но как только израилетяне вошли в землю обетованную, манна прекратилась. Теперь они могли выживать благодаря естественному обеспечению. Они уже пришли в землю обетованную и могли питаться растениями и животными, которые были там. Таким образом, Бог показывает нам, когда нам нужно чудо, «Бог дает чудо». Но бывает, что Бог покрывает наши нужды с помощью естественных средств, которые Он же и создал. Мне нравится эта мысль, когда я думаю о манне. Она напоминает нам о сверхъестественном. Все эти предметы, которые находятся в святом святых, указывают на то, как именно мы можем иметь отношение с Богом. Напоминаю, что люди построили эту скинью, чтобы Бог мог обитать с ними. Сейчас мы находимся в святом святых. Это место учит нас принципам, которыми следует руководствоваться в жизни, чтобы Бог жил в нас. Так чему же учит нас эта сверхъестественная манна? Если мы хотим углубиться в Бога, иметь более глубокие отношения с Ним, мы должны бороться за сверхъестественное в нашей жизни и верить, что Бог будет творить сверхъестественное в нашей жизни. Многих христиан научили тому, что время чудес уже закончилось. Они считают, что Бог творил чудеса в Библии, но больше Он этого не делает. Их жизнь сводится лишь к чтению Писания и к тому, что они просто ходят в церковь. Вот все, что они делают. Они читают о том, что Бог делал для Авраама, Исаака и Иакова, и что Он делал руками Петра и Павла. И они не верят, что подобное возможно и сегодня. Но правда в том, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Он продолжает творить чудеса. Если мы хотим иметь близкие отношения с Богом, то нам нужно продолжать верить, что Он творит для нас то же, что делал для израильтян три с половиной тысячи лет назад. Новый Завет — это лучший Завет. Так почему же? Он должен сегодня делать меньше, чем тогда. А здесь у нас Ковчег Завета. Самый священный предмет в Скинии, сделанный из чистого золота. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на Херувимов. Это золотые статуи двух ангелов. А между этими ангелами обитала настоящая слава Божия — Шехина. А когда сюда раз в год входил первый священник, Господь говорил к нему с этого места из своего света и славы. Внутри Ковчега Завета находятся десять заповедей, две скрижали, на которых Бог написал Свой моральный кодекс. Мы уже не под законом. Но не стоит забывать и о хорошем, что было в законе. Десять заповедей — это символ Божьей морали. Первая заповедь гласит, что мы должны поклоняться Богу. Она также актуальна и в Новом Завете. Мы тоже должны поклоняться Богу. Посмотрите на другие заповеди. Например, не убей, не обманывай и не кради. Они все еще уместны и сегодня. Да, мы не под законом, но в законе содержится откровение о том, кто такой Бог. То есть мы продолжаем ходить в духе закона, потому что закон символизирует Божию, природу и его моральные атрибуты. На самом деле эти десять заповедей являются основными принципами западной цивилизации. Вот почему. До недавнего времени десять заповедей были во всех наших правительственных зданиях, и поэтому на наших деньгах написано «Мы верим в Бога». «Десять заповедей» — это моральный фундамент Америки и большей части западного мира. Общество может меняться, но Бог не меняется. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Итак, вначале я показал вам забор, отделяющий внешний мир от скинии. Скажите, что делает забор? Он отделяет. Библия учит нас тому, что грех отделяет нас от Бога. Но благодаря своей милости Бог придумал, как нас вернуть. Этот путь — это Иисус. И он представлен единственным входом скинию, украшенным разноцветными тканями. И вот через дверь, которой является Иешуа, мы вошли во внешний двор. Там находится жертвенник, на котором священник приносил в жертву животных от имени людей, а также покрывал жертвенник крови. Невинное животное умирало вместо виновного человека. И так его грех был искуплен. Затем мы рассматривали умывальницу, в которой священник умывался каждый день, и говорили о том, что нам нужно не только прощение, но и очищение. Потом мы вошли в святой. Там мы увидели золотую минору, которая символизирует святой дух, а также хлебопредложение, символизирующие Божие пребывание, и его глаза на народе Израиля. Затем мы рассматривали алтарь для благовоний, символизирующий молитвы святых. Также мы увидели завесу, которая отделяет святое святых от святого. Завеса очень толстая, что значит, что нам нужно прорываться сквозь силы тьмы, дабы войти к Богу. Центральным элементом святого святых является ковчег Завета. Над ковчегом были два херувима, а между ними была Божья слава, Шехина. Первосвященник входил сюда раз в год, и Бог говорил с ним с этого места. Когда Иешуа был распят, завеса, отделяющая святое от святого святых, разорвалась. Бог сделал для вас доступ в святое святых, и сегодня Он разговаривает с вами. Именно поэтому Дух Святой пришел в Книге Деяний, как языки пламени. Бог говорит к вам, Он очень любит вас, и через Иисуса вы вошли в Божью любовь и в Его святое святых. Благословений вам! Возможно, вы никогда не переживали то, что я только что объяснил. Иисус открыл дверь для нас с вами, чтобы каждый из нас смог войти в святое святых, которое символизирует божественное пребывание. Я хочу обратиться к вам. Мы живем, чтобы ощущать Бога. Мы были созданы Богом, чтобы познавать Его. Иисус сказал, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Как же Иисус открыл для нас дверь? Через Его жизнь, смерть, погребение и воскресение, на которое Он пошел ради нас. Мы теперь тоже можем входить к Небесному Отцу. А вот почему Иисус сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То, о чем я говорю, это не просто теологическая догма. Это живая реальность. Вы живы, потому что Бог живой. Он создал вас. Прямо сейчас вы в сознании, потому что Бог сделал вас таким. Мы с вами никогда не обретем смысл жизни, пока не обретем Бога через Иисуса Христа. Откройте Ему свое сердце. Кое-кто из вас думает, что вы знаете Иисуса, потому что вы выросли в церкви и знаете некоторые христианские доктрины и догмы, о которых я говорил чуть ниже. Вы верите, что Иисус — это Бог, но вы никогда на самом деле не переживали Божие прикосновения так, чтобы знать наверняка, что Он любит вас. Я хочу помолиться за вас. Отец Небесный, спасибо за Твое Слово, которое прозвучало в этой программе. Отец, пусть Дух Святой откроет сердца каждого из наших зрителей. Иисус сказал, что Он стоит у дверей и стучит. Иисус, мы открываем двери нашего сердца и приглашаем Тебя войти и царствовать. Дай нам познать Тебя и дай нам вечную жизнь во имя Иешуаха Машеаха. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за то, что смотрите нас. Как видите, я в Израиле, позади меня Елеонская гора и Иерусалим. И пока я был здесь, ко мне подходили многие люди и говорили, что видели меня по телевизору. Это были как верующие евреи, так и люди из других стран и даже неверующие. Они узнают меня, потому что смотрят нашу программу. Ваша финансовая поддержка делает это возможным. Ваши пожертвования нашему служению используются на благовестие в этой стране. Дорогие мои, Иисус вернется очень скоро. И если вы ощущаете, что Он стучится в ваше сердце, побуждая вас пожертвовать свои финансы, сделайте это немедленно, потому что Иисус скоро вернется и вознаградит вас за все ваши дары, отправленные на Его цели. Я люблю вас. Спасибо вам. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса. Заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Господь дал Моисею конкретные указания относительно того, как благословлять детей Израиля в книге числа 6 главе с 22 стиха. Господь сказал Моисею следующее. «Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Яхва и сохранит тебя. Да презрит на тебя Яхва светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Яхва лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Я хочу высвободить это благословение в вашу жизнь прямо сейчас. Библия говорит, что вы были привиты к Израилю. Поднимите свои руки в вере со мной, чтобы принять благословение Отца. Я ва рехехе Яве ва ишмареха Я ер Яве Панаве леха Ви ху-не-еха Ви ху-не-еха Ви ху-не-еха Ви ху-не-еха Он любит вас И всегда будет любить. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса. Я тоже люблю вас. Шалом. Это была последняя часть четвертого сезона серии проповедей о Святой Земле. Если вам понравилась эта серия и вы хотели бы приобрести ее, звоните нам. Субтитры подогнал «Симон»